Ребят, всем привет! Я стал счастливым обладателем троллейбусов Skoda. Одна из них перед вами это Skoda 14TR, производитель StartScale Models. И давайте посмотрим. Она у нас бежево-красная. Ну и открою, вам я ее сейчас покажу. Продается она сразу в боксе, вот таком пластиковом. Она установлена на пластиковый подиум с обозначением модели, то есть Skoda 14TR. Надпись есть, я вам сейчас ее покажу. Вот внизу написано Skoda. Ну и давайте я ее сейчас установлю на вращающийся дисплей, и мы ее с вами посмотрим. Но прежде чем посмотрим, покажу вам низ, чтобы потом не возвращаться к этому. Покажу низ, очень круто все сделано. Смотрите какая детализация у ней. В нижней части. Выделен двигатель отдельным элементом. Подвеска. Вообще очень крутая модель. Ну и поставлю ее сейчас на дисплей и посмотрим. Немножко истории расскажу вам. Я, правда, вычитываю ее из Википедии. Ну, начнем с 1980 года. Чехословацкое предприятие Skoda Oster запустило в серию новую разработку Skoda 14TR. Разрабатывать они начали данный троллейбус еще в 70-х, в начале 70-х годов. Потом были проведены испытания, и две машины было передано в город Киев. Поступили они на испытания в 1981 году. Номера машин имели 001 и 002. Одна из них имела РКСУ, Реостатно-контактную систему управления. Вторая машина была укомплектована ТИСУ, то есть тиристорно-импульсную систему управления. Вообще, троллейбусы Skoda 14TR, они пришли на смену девяткам Skoda 9TR. Эксплуатировались эти троллейбусы, то есть проходили испытания в городе Киев. Потом они были переданы на горную трассу в Крым. Одна машина потом сгорела, вторая была переоборудована в учебку. И потом в 2009 году, короче, ее изрезали на металл. Эту масштабную модель показывал на своем канале Женька Вертолет. Кстати, привет тебе, Женек. И давно я, кстати, хотел заиметь такие модели в своей коллекции. Но, правда, еще в 43-м масштабе их никто не выпускал. Ими я все думал, кто же выпустит и выпустит ли вообще. Модели были в меньшем масштабе, по-моему, в 72-м какая-то фирма производила. Ну, конечно, я посмотрел, меня это не впечатлило. Хотелось чего-нибудь большего, побольше масштаба. И вот совсем недавно вышли новинки от компании StartScan Models. И она одна из новинок, она перед вами, ребят. Меня очень она тронула. Но, опять же, скажу, что как-то у меня не хватало средств на покупку этих моделей. Я все думал, вот-вот раскупят, проморгаю. Как это у меня случилось с некоторыми троллейбусами данной компанией StartScan Models. Думал, потом, 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 потом. И, короче, от меня ушла девятка. Ушла десятка бело-красная. Вот. Это хорошо, что выпустили в АВД Models в наборах. Я собрал ее себе. Девятка, я имею в виду, московская, которая была музейная, там, воспроизведена в модели. И тут, думаю, нет. Надо брать. Если сейчас не возьму, то наверняка я упущу эти модели и останусь без них. Шкода мне интересна. Я давно за ними смотрю. То есть, отслеживаю их. Смотрю видео по ним. Мне начали нравиться эти троллейбусы. Вообще, троллейбусная тема для меня интересна. Она еще с давних детских лет. Она меня интересует. И мне вот эти троллейбусы, они мне... Короче, они мне понравились. Я начал их изучать. В плане того, что много смотрел по ним информации. Не только видео, где они там просто ездят. Но еще и читал разного рода информацию по ним. В каких городах они использовались в Советском Союзе. Ну, вот эти 14-е Шкоды, они были также в европейских странах. В ГДР. В Польше они использовались. Была произведена даже сцепка. Не помню, какой индекс модели был. Но она, по-моему, была в единственном экземпляре произведена. И была произведена Шкода 15-я ТР. Это гармошка шарнирно-сочлененный. Он считался одним... Не, не одним, а самым лучшим троллейбусом в мире. Вот эта гармошечка. Ну, мы-то знаем, что девушки, да, они у нас намного круче. Хотя, кому как. Вот, и, короче, вот я решил, мне нужно в коллекцию эти модели. Блин, они на самом деле такие клевые. Вот. И они вот у меня. И я их показываю вам. Детализация очень классная. Смотрите. Очень аккуратно сделана. Вообще, компания СМ делает отличные модели. Не только троллейбусов, да, в хорошей детализации. Но также есть у них и грузовики. Очень классно сделаны. Мне, например, нравится Татра Экскаватор. Вообще, обалденная модель. Я тоже ее, наверное, куплю в ближайшее время. Если... Ну, может быть, к Новому году посмотрим. Но она точно у меня будет. Вот. И троллейбусы. Это одна из таких щепетильных тем для меня. Да и для многих, наверное, из вас, кто увлекается троллейбусной темой не только моделизмом. Может быть, собирает какую-то информацию, снимает видео, фотографирует их для всем известного сайта, да, троллейбусного, где мы можем посмотреть фотографии. Вот. И я тоже не исключение. Я являюсь тем же коллекционером и любителем данной техники. Кстати, жаль, что в Москве закрыли троллейбусы. Блин, это вообще просто капец. Ну, а мы с вами давайте посмотрим детализацию. У модели подъемные штанги. Очень хорошо проработан салон. Двухцветная схема окраски. Это желтый, бежево-красный. И вот вверх у ней какой-то такой непонятный, какой-то голубоватый оттенок. И где установлено электрооборудование. Такой серенький цвет. Вообще очень красиво все сделано. Поближе посмотреть. Давайте посмотрим поближе. Низ я вам показал. Вы сами видели. И опять же смотрите, вот насколько она аккуратно сделана. Дворнички, задние фонари, поворотнички, фары. Вообще обалдеть просто. И сочетание цветов очень такое как раз вот в тему таких вот тех лет 80-х годов. Посмотрим давайте детализацию поближе. Как раз вот о чем я говорил. Посмотрите какой верх у ней. Даже вот воздухозаборники у нее сделаны. И видно отверстие в салон туда. Настолько сымитировано классно. Я, если честно, я балдею по этой модели. Покажу вам сейчас штанги. Сейчас остановлю дисплей и покажу как они работают. Но я их проверял. Они у меня немножко перетянуты. Я потом это все исправлю. Подъемные штанги рабочие. О чем я говорю перетянуты. Видите они у меня не поворачиваются. Очень туго поворачиваются. Ну пусть так будет. Когда-нибудь будет у меня контактная сеть. Тогда дойдет очередь до штанг. А так поднимается все отлично. Очень хорошо сделал салон. Аккуратненько все. Сейчас мы туда с вами заглянем. В салоне, как вы можете наблюдать, прокрашенные сидения, поручни в белый цвет. Сидения в светло-бежевый или светло-коричневый. Накопительная площадка. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Накопительная площадка. И посмотрим панель приборов. Как там сделано у нас. Кабина водителя. Тоже там хорошая проработка. По салону сиденья окрашена. И приборы выполнены декалями. Смотрите какие дворнички классные. Приборная панель. Все сделано настолько классно. Блин. Ну это бомба, наверное, какая-то. Ну я думаю, вы убедились, насколько модель хороша. Очень крутая она. И кому интересно. И кому она действительно понравилась. Кто хочет ее приобрести в свою коллекцию. Ссылка под роликом в описании, ребят. Проходите. Это всем известный. И мой любимый, конечно же, не буду скрывать. Это интернет-магазин Rhythmonics. Проходите по ссылке. И заказывайте пока. Модель еще в продаже есть. Не ровен час, когда они исчезнут. Как из девушки, ребят. Поэтому заказывайте пока. И цена достаточно приемлема. На этом все. Мы с вами увидимся с вами в следующих видеороликах. Пока всем и удачных покупок.